Тема нашей сегодняшней лекции это классы типов. Мы с вами уже немножко говорили про классы типов в самом начале. Мы научились ими, ну не то чтобы пользоваться, но по крайней мере не пугаться, когда они встречаются у нас в сигнатуре функции. Теперь мы поговорим о том, как эти классы типа определяются, как можно писать свои собственные классы типов и как они используются. Ну, сначала мы поговорим про полиморфизм, еще раз обсудим вопросы того, что такое полиморфная функция, какие типы полиморфизма бывают, и увидим, что в некотором, в одном из случаев полиморфизма, в случае специального полиморфизма, как раз классы типов в Хаскеле и возникают. Дальше мы обсудим, каким образом мы их реализуем. Дальше мы поговорим про те стандартные классы типов, которые присутствуют у нас в языке. Не про все, но про базовые поговорим. Про более сложные классы типов мы будем говорить позже. И, наконец, мы поговорим в конце, если успеем, боюсь, не успеем, про то, каким образом классы типов реализованы внутри Хаскеля. То есть классы типов — это некоторая надстройка, а вот их внутренняя реализация, она как раз и будет последней нашей темой. Вот такой план у нас. Постараемся все успеть. Ну, а сначала переходим просто к обсуждению вопросов полиморфизма, какие виды полиморфизмов в Хаскеле у нас имеются. Ну, сначала поговорим про тот тип полиморфизма, который нас сопровождал изначально. Это так называемый параметрический полиморфизм. Параметрический полиморфизм говорит нам, что функция в некотором смысле универсальна, содержит квантер всеобщности над типовой переменной. Ну, действительно, вот у нас самая простая функция, которая может быть написана, это функция ID. Она принимает некоторый аргумент один и возвращает в точности его уже. Поэтому тип функции ID, он записывается вот таким вот образом, а стрелочка A. И здесь у нас никаких ограничений на A нет. То есть любой тип подходит вместо переменной A. И еще одно соображение, поведение этой функции не зависит от специфики этого типа. То есть про A мы ничего не знаем, и как раз то, что мы ничего не знаем про A, потом приведет нас к некоторым довольно полезным идеям. Некоторые равенства, которые автоматически в Хаскеле имеются, они как раз следуют из того, что мы ничего не знаем про некоторые параметры. Вот такой параметрический полиморфизм, он как раз говорит, что мы ничего про Х сказать не можем, можем только его использовать. Он нам дан, ну вот что мы можем здесь сделать, только его вернуть. Ну, собственно говоря, мы понимаем, что при каждом конкретном вызове вместо переменной A у нас подставляется некоторый конкретный тип. То есть когда мы, скажем, применяем функцию ID к значению типа BOOL, к значению TRUE, то мы получаем выражение типа BOOL. Когда мы применяем функцию ID к некоторой строке hello, мы поручаем значение типа строки. Ну, список чара — это то же самое, что строка. И, наконец, мы можем функцию ID, например, применить к самой себе. Тогда вместо A подставится A стрелочка A. И у нас ID, примененная к ID, имеет вот такой вот тип. Ну, может на это расписать. ID сама по себе имеет тип A стрелочка A. Когда мы применяем ID к ID, то у нас система вывода типов говорит, это выражение имеет тип A стрелочка A. Значит, сюда, во внешнюю ID, вот я подчеркиваю внешнюю ID, вместо A должно подставиться A стрелочка A. Ну и тогда, раз вместо A мы подставили A стрелочку A сюда, мы должны и сюда подставить A стрелочка A. То есть, ну вот у нас получился некоторый подходящий тип ID, когда вместо A подставлена A стрелочка A. Ну и теперь, когда мы применяем ID к аргументу такого типа, теперь все согласовано, мы получаем как раз вот эта оставшаяся A стрелочка A. Ну, поскольку аппликация сокращает один аргумент функции, вот получаем такого рода выражение. То есть, вот это называется параметрический полиморфизм. Ну вот здесь, в этом случае, мы вместо типов подставляем его самого. И это возможно, хотя в некоторых более богатых системах типов это приводит к некоторым проблемам. Это называется импредикативность, когда мы имеем возможность, а вообще любое, ну и в том числе само и само себя можно подставлять. Здесь могут возникнуть в некоторых ситуациях проблемы, но мы эти ситуации обсуждать не будем, просто так я об этом вам намекаю. Итак, параметрический полиморфизм мы вспомнили. Теперь следующее, о чем мы должны поговорить, о чем мы, конечно, знаем, это про ограничения полиморфизма. Вот давайте попытаемся написать некоторую функцию, которая проверяет, является ли значение A элементом списка или не является. Ну, ясно, что в пустом списке нет никаких элементов, поэтому никакое значение не является элементом, поэтому первое уравнение у нас выглядит таким образом. Второе уравнение требует некоторых вычислений. Мы разбираем список, выполняем сопоставление с образцом, ну и смотрим, если x совпадает с головой списка, то тогда мы возвращаем, это значение принимает, выражение x равняется y, принимает значение истина, и поскольку у нас язык ленивый, то истина сразу же возвращается. Оператор логического ил, он устроен так, что достаточно истины его первого оператора, чтобы весь оператор принял значение истины. Ну, а если оно принимает значение лог, то мы осуществляем рекурсивный вызов над тем же самым значением x, которое проверяется, и над хвостом списка. Таким образом, список постепенно разбирается, 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 и когда список становится пустым, ну, если он конечный, он когда-то становится пустым, у нас срабатывает первое уравнение. Ну, это довольно простая функция, я думаю, что я даже зря ее так подробно рассказывал, как здесь все работает. Ну, тем не менее, возникает вопрос, скомпилируется ли это? Для любого ли типов элементов она подходит? Вот, да, у нас есть оператор, который зовется равенство. Для всех ли значений определено равенство? Как это разумно сказать? Ну, вот, если бы оператор равенства был универсальный, то да, могли бы и так сделать, но тогда мы должны, очевидно, иметь какое-то встроенное равенство, потому что есть некоторые значения, для которых это, конечно, нехорошо. Ну, давайте посмотрим, что мы можем сравнивать на равенство. Ну, очевидно, все базовые встроенные типы легко сравнивать на равенство, они, в конце концов, у нас разбираются для конструкторов, мы можем это автоматически сказать. Ну, вот представьте, что у нас есть две функции, которые являются генераторами цифр числа пи. То есть они выдают n-тую цифру числа пи в десятичном представлении. Ну, или в двоичном, тут даже не описано, неважно, что такое rigid. Ну, скажем, давайте в десятичном представлении. Вот есть такая функция. Ясно, что эти функции можно реализовать по-разному. Ясно, что эти функции, вообще говоря, вообще говоря, сравнить между собой очень тяжело. Точнее говоря, ну, вы, наверное, все знаете, что можно реализовать разные алгоритмы поиска цифр числа пи. Число пи является разложением, ну, вылезает из разных разложений в ряд, иногда друг от друга очень далеко, очень далеко от стоящих. То есть, в принципе, мы могли бы дать доказательство того, что одна функция равна другой функции. Но как это автоматически может компьютер определить, если я написал для каких-то функций? Ну, вот никак. Поэтому, очевидно, вот такое вот утверждение, оно внутри нашей теории, внутри нашего вычислителя не может иметь места. То есть, вычислитель не может нам сказать, равны две функции друг другу или нет. Хотя мы, в принципе, можем быть уверены, что они равны, если бы мы правильно реализовали одну и другую функцию, но на разных алгоритмах. Ну, вот применяю такую терминологию. Говорят, что эти функции равны экстенсионально, а не интенсионально. Интенсионально — это в рамках нашего теория, в рамках нашего вычислителя. Потому что два одинаковых конструктора равны друг другу, это в нашей теории известно. И нам известно, что там две лямбды равны друг другу. Но вот две такие функции уже, сказать, что они равны, это сложно. Поэтому для функции обычно равенство не вводят. То есть, мы можем говорить про равенство функции, но про экстенсиональное равенство. То есть, снаружи нашего вычислителя мы можем рассуждать, писать какие-то доказательства, заменять, возможно, одну функцию другую. Но наш вычислитель при этом ничего об этом знать не будет. Он просто будет верить нам, что заменили мы, ничего не изменилось. Ну, вот вычислитель нас здесь не проверяет. В отличие от некоторых равенств лямбды термов, которые, как вы понимаете, наш вычислитель может проверить, сказать, что все хорошо. Ну вот, и здесь мы приходим к идее некоторого специального полиморфизма. Раз равенство универсально написать нельзя, значит, мы как бы должны его писать не универсально, а, очевидно, для каждого типа отдельно. Вот альтернативы параметрическому полиморфизму служат так называемый специальный или адхок полиморфизм, когда у нас имеется общий интерфейс, но реализация для каждого конкретного типа своя. Ну вот, например, ну, этот пример вам хорошо известен уже. Собственно, тройка — это полиморфное значение, но на самом деле для каждого типа тройка немножко своя, она по-разному организована. Тройка, скажем, в типе интеджер, ну, это как-то одним образом сделанная тройка, там на низком уровне, с ней работа одним образом идет. Тройка для типа double, очевидно, это немножко другая тройка. Тройка для типа rational, например, это вообще два числа числителя-знаменателя. Вот если мы воспользуемся типом рациональных дробей, то у нас тройка будет выглядеть вот так. Ну и его внутреннее представление тоже, соответственно, будет очевидно другим. Ну вот, идея специального полиморфизма мы с вами обсудили. Теперь это, в общем, то, что мы знали до этого, мы просто сейчас ввели эти термины. Теперь вот классы типов как раз позволяют в Хаскеле реализовывать специальный полиморфизм. Ну, что такое класс типов? Давайте дадим сначала формальное определение. Класс типов — это, вообще говоря, некоторый интерфейс. Ну, причем интерфейс не к какому-то объекту, поскольку у нас не объектное программирование, а это интерфейс, который представляет собой просто набор функций с некоторым параметром. То есть я объявляю класс EQ здесь, класс объектов, которые можно сравнивать на равенство. Я говорю, что у меня есть у этого класса EQ некоторый параметр A. Объявление класса типов всегда содержит некоторый параметр. То есть мы говорим, что A относится к классу типов EQ, если для A имеется некоторый набор функций. И дальше в этом наборе тип A может использоваться каким угодно образом, где угодно будет. То есть мы не говорим, что какой-то объект, у него какие-то методы есть. А наоборот, мы просто говорим, что вот если реализован такой набор функций, ну, в данном случае это операторы, но, в общем, понятно, что операторы от функций особо не отличаются, то тогда мы имеем класс EQ. Ну вот какие в классе EQ у нас должны быть реализованы функции? Очевидно, тот тип, который у нас будет принадлежать этому классу типов, у него должна быть функция сравнения на равенство и функция сравнения на неравенство. Ну, стандартно, обычно для равенства и для неравенства, когда мы вводим операторы, вводят их приоритет, ну, в данном случае это четвертый приоритет, это вторая запись здесь, она такая вспомогательная, в принципе, это не обязательно, это не относится к идее класса типов, это относится к любому набору функций. Ну и, соответственно, после того, как класс типов у нас определен, мы можем задавать ограничения, которые носят название контекст. У нас это слово уже появлялось, здесь контекст у нас появляется в типах, это не совсем тот контекст, который был у нас раньше, но, в общем, тоже называется контекст. Вот функция сравнения, функция равенства теперь имеет вот такую полную сигнатуру. То есть мы говорим, что равенство, оно не просто для любого типа А, то есть А не параметрический полиморфный тип, А у нас ограниченный полиморфизм. Контекст ограничивает использование, ограничивает наш тип, переменную типа А, таким образом, что для этого типа, для которого все будет вызываться, у нас должно быть реализованы функции, описанные в классе типов ЕКУ. Ну и, соответственно, для функции ЛМ, которую мы писали, вот уже теперь аккуратная полная сигнатура, у нас, поскольку в функции ЛМ в последнем уравнении используется сравнение на предмет равенства, двойной значок равенства, то у нас, соответственно, ограничение автоматически возникает. То есть система вывода типов понимает, если что-то используется, какая-то функция из класса типов, значит, ограничение этого класса типов должно у нас появиться и в данном случае функции ЛМ, в той функции, которую мы определяем. Ну вот это то, что касается определения класса типов. Теперь, собственно, важная часть, с которой мы еще не знакомы. Нам же нужно еще научиться наши типы данных вкладывать в классы типов. То есть в Каскеле это называется объявление представителей, instance declaration. Мы говорим, что некоторый тип становится представителем. Для этого нам используется ключевое слово instance, с помощью которого мы, собственно, этого представителя и объявляем. Ну вот в данном случае я говорю, что у меня есть тип integer, является представителем класса EQ. Ну и для того, чтобы написать объявление представителей, я должен реализовать этот интерфейс. Ну здесь, поскольку интеджер устроен там внутренне довольно сложно, и эта часть нас не особо интересует, я просто говорю, что вот у нас есть некоторая функция EQinteger, которая где-то определена внешне, которая умеет сравнивать значение типа интеджер на равенство. Ну и на неравенство тоже. Ну для типа char я тоже, очевидно, как для всех базовых типов, могу написать представителей. Вот здесь я уже скопировал объявление представителя для из GHCI. Ну я напоминаю, что значок sharp, значок решеточка, означает, что у нас мы работаем с некоторым внутренним представлением GHCI, так называемые unboxed, типы, которые нужны для того, чтобы немножко повысить эффективность. Ну то есть убрать некоторые косвенности. Мы в это особо вдаваться не будем, но вот у нас тоже есть некоторая низкоуровневая EQchar, которая сравнивает значение символов на равенство. Это тоже низкоуровневая функция, работающая с unboxed типами. Вот есть такая реализация. Ну для double есть, соответственно, EQ double. То есть вот это все детали, конечно, реализации, которые мы можем найти в GHCI внутренние. Нас не особо интересует, как здесь это делается. Просто пример того, как синтаксически все мы делаем. Для нас важно, что любой тип, который мы хотим делать представителем класса типов, он должен быть, для него должен быть написан вот такой вот instance. Но, кстати говоря, в отличие от обычного объектно-ориентирования, программирования, реализацию интерфейса некоторого мы совершенно не обязаны хранить там же, где мы объявляем тип данных. То есть тип данных объявляется с помощью даты, он может быть объявлен в одном месте, а реализация представителей может находиться совершенно в другом месте. Более того, для какого-то встроенного типа данных, которые есть, почему-то не сделана реализация представителей какого-то класса типов. Вы можете взять и написать реализацию этого представителя. Однако, если реализация представителей уже есть, то тогда вторую реализацию вы написать не можете. Потому что это будет конфликт реализации. Вот, а для этого, кстати, и служит ключевое слово new type. Мы оборачиваем некоторый встроенный тип или тип, который нам достался откуда-то из внешней библиотеки, в некоторую обертку, которая во время в рантайме не существует. И тогда для этого обернутого типа можем написать реализацию представителей. Ну, окей. Сама по себе реализация представителей не обязательно мономорфна. Она вполне может оказаться и полиморфной. Вот в данном случае я говорю, что я хочу сравнивать списки на предмет равенства. Что значит списки равны? Ну, очевидно, у них должны быть равные длины, если мы так будем обсуждать эту проблему без того, чтобы глядеть на голову. У них должны быть равные длины, во-первых. И, во-вторых, все элементы должны быть равны друг другу. Тогда мы говорим, что два списка равны друг другу. Но элементы в списке могут быть полиморфные, то есть было бы плохо, если бы мы обязаны были отдельно писать реализацию представителей для списка типа integer, для списка типа char, ну и так далее. Оказывается, можно делать это все универсально. То есть мы, когда пишем реализацию представителей какого-то сложного типа, мы можем сделать его полиморфный, наложив ограничения на некоторое, на некоторую переменную типа, которая является частью более сложного типа. Ну, в данном случае я хочу написать реализацию представителей для списка произвольных значений, но сравнивать два списка я могу, только если элементы списка тоже могут сравниваться. Значит, я накладываю просто контекст ограничений. Я говорю, а у меня должен являться представителем класса типов Eq, и тогда список значений типа A мы тоже можем объявить представителем Eq. Ну, каким образом? Вот здесь написана реализация для равенства. То есть пустой список всегда равен пустому списку, а не пустые списки на них накладывает следующее требование. Их головы должны быть равны, и хвосты должны быть равны. То есть это вот некоторое рекурсивное определение. Равенство голов, оно берется из того, равенство голов допустимо, потому что у меня тип A является представителем Eq, это взятое из контекста. А равенство самих списков это просто рекурсивный вызов той функции, которую мы определяем. То есть здесь два равенства, как бы, реализация их разная. Ну, собственно, мы того и добивали, чтобы полиморфизм у нас был, вот он у нас и есть. Ну, а во всех остальных случаях, во всех остальных случаях, то есть если слева у нас пустой список, а справа не пустой, у нас, естественно, возвращается значение false. Ну и, кстати, уж я не знаю, нужно говорить или нет, рекурсивный вызов происходит только тогда, вот когда мы на среднее уравнение смотрим, когда у нас выполнено равенство элементов x и y. Если равенство x и y элементов не выполнено, то у нас x равно y вычисляется в ложь и, соответственно, дальнейших никаких вызовов не происходит, потому что язык ленивый оператор, булевый оператор или, то есть булевый оператор и, конечно, он, если один из аргументов у него ложный, то второй аргумент не вычисляется. Ну, то есть, если первый аргумент ложный, то второй аргумент не вычисляется. Итак, можно использовать контекст при объявлении представителя, ну и здесь необходимо использовать контекст, потому что без этого контекста у нас появится сообщение об ошибке. Мы-то элементы x и y сравниваем на предмет равенства, если бы здесь контекста не было, то тогда нам бы компилятор сказал, что такого делать нельзя. В предыдущем примере, кстати, обратите внимание, мы реализовали равенство, а неравенство не реализовывали. Ну, вообще говоря, в рамках того, что у нас было, это неправильно. Из-за этого тоже произошло сообщение об ошибке, потому что нужно реализовывать весь интерфейс. Но, к нашему счастью, у нас в классе типов для некоторых или для всех функций, которые являются, входят в этот класс типов, можно определять реализацию по умолчанию. То есть, вот класс EQ на самом деле определён вот таким вот образом. То есть, во-первых, говорится, что там есть две функции сравнения на равенство и сравнения на неравенство с правильной сигнатурой. И есть реализация по умолчанию для неравенства. То есть, мы говорим, что такое неравенство. Это неравенство. Вот что говорит второе определение. И таким образом мы можем реализовать только равенство, а для неравенства реализация уже есть. Могли бы, кстати, сделать ещё хитрее. Могли бы написать реализацию для равенства через неравенство. Это тоже вполне допустимая допустимая ситуация, то есть, когда всё покрыто. Но, тем не менее, есть минимальная необходимая реализация. То есть, вот здесь что минимально необходимо? Нужно реализовать равенство. Тогда всё будет работать. А в случае, если бы я дописал ещё одну реализацию по умолчанию для равенства, тогда минимальное необходимое было бы либо равенство, либо неравенство. Что-то одно мы реализовываем, а второе подхватывается автоматически. Ну, ясно, что реализация по умолчанию, конечно, работает, если мы в объявлении представителей не, ну, говоря так объектно-ориентированным языком, мне перегрузили реализацию по умолчанию. Всё прошло, всё бы откомпилировалось, потому что у меня реализация для того, для другого есть. Но при попытке вызова у нас получился бесконечный цикл, они друг друга вызывают, и всё. А так мы могли бы написать, да, так можно писать. Вот если бы здесь было равенство и неравенство, я мог бы написать instance eq и мой тип какой-то. И всё. Это законно всё откомпилировалось, но при вызове понятно, что любое равенство и неравенство расходилось бы. Просто уходил бесконечный цикл. То есть, когда мы пишем instance, если у нас для всех, для всех значений есть реализация по умолчанию, то да, мы можем ничего не реализовывать, просто сказать, что instance есть. Ну, иногда можно написать такой класс, когда этого достаточно. У вас в вашей новой домашней работе как раз такая задачка будет. Ну да, методы по умолчанию можно, конечно, перегружать. Ну, например, из соображения эффективности. То есть, тут есть некоторая косвенность. Вот функцию нот надо вызывать, она может быть тяжеловесной. Ясно, что перегрузить можно всю. Но нужно пользоваться методами по умолчанию. В Haskell для некоторых типов есть еще одно ключевое слово, которое зовется Deriving. Мы можем автоматически делать типы представителями некоторого класса типов. Почему? Ну, потому что код достаточно прост. Когда у нас алгебраический тип данных есть, то понятно, что значит сравнить на равенство два алгебраических типа данных. Посмотреть, один и тот же конструктор используется или нет. Ну, если один и тот же конструктор, то лезть в, соответственно, глубже, разбирать, разбирать, разбирать значения, ну, до тех пор, пока мы не дойдем до базовых вещей. Поэтому, в общем, Haskell умеет автоматически что-то производить. В стандарте языка описано, что Deriving должен происходить для некоторого конечного набора базовых типов. Однако, в GHCI есть немножко более расширенные Deriving. И, в общем, когда появляются некоторые классы типов в Haskell, ну, сначала они появляются так, как что-то очень сложное, потом с этим все разбираются, говорят, что да, это замечательный класс типов, будем его использовать. Он становится частью расширенной стандартной библиотеки, потом становится частью стандартной библиотеки, потом кто-то говорит, давайте напишем Deriving. И в следующей версии GHCI появляется Deriving для какого-то класса типов, который, то есть, вот, ключевое слово Deriving, оно расширяется. Ну, ясно, что, в общем, это можно только для тех ситуаций, когда есть однозначный способ описать, как этот класс типов генерируется на всех лагодерарических типах. Ну, понятно, что для функций как раз это работать не будет, у нас внутри класса может лежать и функция. Ну, тогда Deriving, ну, в общем, не приводит к тому, что у нас полноценно работающий инстанс появляется, потому что функции, как вы знаете, сравнивать нельзя. То есть, если есть стрелочное что-то, то соответствующий объект со стрелкой, они сравнивать на равенство нельзя. Ну, вот, собственно, теперь мы уже понимаем некоторые сообщения об ошибках, которые раньше мы могли с ними сталкиваться, и они нас пугали. Ну, вот, мы можем сравнивать, например, на равенство. Значит, вот у нас наш тип point здесь описан, полиморфный. Я сказал, что для него автоматически происходит Deriving EQ, то есть производный представитель для класса типов EQ. И теперь мы можем сразу, ничего не описывая, сравнивать объект этого типа на равенство. Ну, вот, две эти точки не равны, внешние конструкторы равны, но внутренние значения, которые там лежат, не равны друг другу. А вот во втором случае они равны. Ну, мы знаем, что тройка и пятерка полиморфны, и тип здесь, который тип правой части у нас становится. Ну, я уж сразу скажу, что это double с вычислительной точки зрения, хотя на самом деле там появится некоторый класс типов. Ну, считаем пока, что справа double, значит, и слева тройка и пятерка. Они немножко ограничиваются их полиморфизмом, и они тоже типа double. Значения типа double сравниваются, тройка равна тройке, пятерка равна пятерке, ну, поэтому значение 3. А вот третья ситуация, она как раз приводит к тому, что у нас происходит сравнение разных типов, но здесь Хаскель тоже интересно подходит к делу. Вместо того, что он говорит, что A и 3 это разные типы, он говорит другую. Он пытается найти общий класс типов. Вот если бы тип char был бы представителем класс типа num, то все хорошо. Внутри класса типа num есть некоторые способы приведения, с которыми мы сегодня познакомимся чуть позже. Но char не является представителем класса типов num, поэтому символы нельзя сравнивать. Хотите сравнивать вот так, должны написать instance num char и каким-то образом сказать, что такое A, что такое B, как они приводятся к стандартным числам. Тогда можно будет сравнивать. Есть расширение GHC, которое позволяет объявлять представителя, объявлять представителя отдельно от объявления типа, производного представителя. То есть в данном случае мы говорим, что наш тип point, это тип, с которым мы работаем, он является представителем класса типов EQ, причем вывод автоматически происходит от этого представительства. Но предположим, что мы получили библиотеку с классом типов point от какого-то другого поставщика, и мы к определению доступа не имеем. Ну просто это некоторый библиотечный тип, нам туда не залезть, не изменить этот код. А мы хотим его объявить представителем класса типов show. Ну это можно сделать, для show тоже есть производные представители. Мы можем написать вот так вот. Deriving instance. То есть не там, где мы объявляем тип данных point, сделать его произвольным представителем, а в некотором произвольном месте. Это расширение. В стандарте Хаскеля не описано. Но мы можем задать соответствующий ключ standalone deriving и расширить наш язык с помощью вот такого вот инструмента. Значит понятно, что у нас с производными представителями, как они работают. Теперь, ну раз у нас есть интерфейс, а еще надо поговорить про то, можем ли мы один интерфейс наследовать от другого. Это такой объектно-ориентированный язык. Ну вот, оказывается, да, в Хаскеле это называется расширением класса. Класс Extinction по-английски расширением класса. То есть мы говорим, что некоторый новый класс тип, он, во-первых, содержит все методы, которые есть в базовом классе, в родительском. И, во-вторых, свои собственные методы. Вот, например, мы говорим, что класс Ort, он, это класс, который позволяет рассматривать некоторый порядок. То есть тип А становится упорядоченным. Он является расширением класса EQ. То есть у нас уже есть равенство и неравенство, когда мы такое объявление класса говорим. И мы добавляем к равенству и неравенству еще дополнительные функции. Ну какие функции в Ort добавляются? Меньше, меньше, равно, больше, равно, больше. Они все имеют сигнатуру такую же, как равенство. А, А, булл. То есть два значения типа А и возвращают булл. И еще в этом классе определены, ну я уж стандартный класс EQ рассказываю вам, как он устроен. То есть стандартный класс Ort, конечно. И еще функция MaxMin. Ну поскольку порядок есть, то ясно, что функции могут быть здесь, могут быть присутствовать. Ну вот, например, функция сортировки, она имеет контекст OrtA по понятным причинам. Потому что если мы не можем упорядочить элементы, то ни о какой сортировке мы не говорим. Ну и кстати говоря, поскольку речь у нас идет об интерфейсах, то есть беспроблемное множественное наследование. Тоже наследование в кавычках, конечно. То есть мы можем наш класс наследовать от нескольких базовых классов типов. Говорит, что он наш класс, там будут какие-то новые функции и плюс для А должно выполняться EQ и шоу. Ну что такое шоу, я надеюсь, все знают, оно у меня появлялось. Но мы вроде про него уже говорили, да, не надо пояснять, что такое шоу. То есть мы на практике сегодня, конечно, про шоу поговорим подробно, но сейчас все понимают, что это за класс, чего он умеет, для чего он нужен. Дальше некоторая важная тема, на основе которой у нас будет строиться много чего в дальнейшем изучении Хаскеля. То есть все богатство классов типов Хаскеля, оно заключено, оно вот на этом моменте основу. То есть у нас до сих пор тот тип А, который у нас всегда был в классе типов и в реализации представителей, это был базовый тип, то есть тот тип, который имеет kind звездочка. Тот тип, с помощью которого мы можем присваивать. Однако у нас есть операторы над типами. Ну мы помним самые простые операторы над типами, например, оператор над типами вот такой вот. Это список значений типа А, вот этот типовой оператор, у него kind звездочка, стрелочка звездочка. Когда у нас мы передаем сюда значение типа А с kind звездочка, то вся эта конструкция имеет kind звездочка. То есть это тип у нас, ну а это kind, то есть система типов над типами. Мы можем писать выражения полиморфные не только по базовым типам, но и по операторам над типами. То есть вот у нас есть список. Ну что у нас еще, кстати, есть? У нас точно также устроено, как вы помните, тип данных maybe. Maybe. Он тоже там по себе maybe имеет kind звездочка, стрелочка звездочка. Ну а здесь какой-то тип звездочка, то есть структура точно такая. И вот мы можем реализовывать полиморфизм не по типу, а по оператору над типами. Самый классический пример это класс типов, который зовется функтор. Этот функтор это вовсе не тот функтор, который у вас в C++ есть. В C++ функтор это в общем функция. Здесь функтор означает другое. Что он означает? Это некоторое обобщение известной вам функции. Для списков, как вы помните, у нас была функция, которая звалась map. И выглядела она так. Передается произвольная функция ab в качестве параметра. Передается список значений типа a и возвращается список значений типа b. Вот здесь вот у нас, ну я записал немножко в таком странном синтаксе, но помните, что такое обозначение и вот такое вот это одно и то же. То есть на самом деле это синтаксический сахар для вот этого. То есть здесь у нас присутствует оператор над типами. Оказывается, такую функцию типа map можно написать для большого количества контейнерных типов, типов, которые устроены как операторы. И вот я могу абстрагироваться и написать некоторую функцию, которая зовется fmap, где вот эту вот конструкцию я заменяю на просто некоторую переменную f. И говорю, что f является функтором, если для него реализована вот одна такая функция с такой сигнатурой. Теперь я могу для классов типов и для списка и для maybe реализовать эту самую функцию fmap. Ну для списка очень просто, fmap это map. Согласны, да? На сигнатуре подходит. Мы вместо f подставляем оператор над типами. Тип вместо f подставить нельзя. То есть здесь мы, а наша переменная, это переменная не типа f, а переменная операторного характера, оператора над типами. И мы вместо f подставляем сначала конструктор типа однопарометрический список. Вторая реализация fmap, она, ну этого класса типа functor, она для типа maybe у нас присутствует. Ну а как для maybe реализовать соответствующую функцию? Ну в общем понятно как. У нас что значит выполнить функцию в контейнере maybe? Очевидно, что если у нас в контейнере maybe ничего не лежит, то ничего, то пустой контейнер, то ничего делать не надо. Если же там лежит значение типа a, то мы должны просто протащить функцию через конструктор just и положить туда значение f от a. По типам все подходит, a имеет тип a, а f от a как раз имеет тот тип b, потому что функция f имеет тип ab. Ну конечно, a здесь не очень хорошо, потому что a у нас и тип, и значение, но в общем можно было бы внизу a заменить на x. То есть вот теперь у нас значение типа maybe становятся представителями этого класса типов, и мы можем для них выполнять функцию типа map, такую же как и для списков. Ну вообще все контейнерные типы, и не только они, очень много операторов над типами однопериметрических могут быть объявлены функторами. Мы про функторы потом еще подробнее поговорим, просто сейчас вот мы познакомились с тем, что классы, что мы можем, мы в Haskell'е можем объявлять полиморфными, а не только то, что стоит здесь, но и операторы над типами тоже можно объявлять полиморфными. Ну естественно, что kind, вот еще одно соображение, kind того, что передается сюда, он должен быть звездочка, то есть звездочка, стрелочка, звездочка. То есть мы можем писать, мы можем писать instance, реализацию представителя, instance, ну там, я не знаю, g какой-нибудь, instance, функтор. Для какого-то типа t, t должен иметь kind вот такой вот. Иначе наша, ну просто потому что так устроена у нас, так устроена у нас функция fmap, что объект этого типа применяется аппликативно к типу сначала, и потом уже порождается то, что нужно. Ну давайте коротко поговорим про сравнение с другими языками, чего общего с OOP языками. Ну в большинстве OOP языков классы содержат и данные, и методы. То есть слово класс ключевое есть, но там в хаскеле же классы типов содержат только сигнатуры типов. То есть на самом деле это немножко похоже на виртуальные функции fc++ или на интерфейсы в языках типа java. То есть они определяют некоторый протокол использования объектов, но не сам объект. Ну и конечно в хаскеле, поскольку у нас нет собственно того объекта, для которого все определяется, то механизм классов типов, он более мощный, чем механизм классов, то есть интерфейсы в java, скажем, они определяются в контексте того, что у нас есть объект, методы которого мы объявляем. Здесь же у нас никакого объекта нет, то есть интерфейс это просто набор функций, в которые тип присутствует совершенно произвольным образом. Он может присутствовать в одном месте, в двух, в десяти, то есть он является аргументом функции, а не некоторым скрытым здесь, присутствующим, существующим в единственном экземпляре. Итак, следующая наша тема — это стандартные классы типов, те классы типов, которые у нас поставляются вместе с стандартной библиотекой. Ну, полное определение класса ORT, оно перед вами. Класс EQ, кстати, я полностью написал, он очень простой. Класс ORT, вот он, организован следующим образом. У него, помимо того, что я перечислил, помимо естественных операторов сравнения и функций minmax, есть еще некоторая функция, которая называется COMPARA, сравнить, и которая принимает значение того типа А, который мы делаем представителем этого класса, собираемся сделать, а возвращает она значение типа ORDERING. ORDERING — это специальный тип данных, очень простой, который состоит из трех конструкторов, то есть ORDERING устроен так, он определен так, DATA ORDERING, и у нем есть LT, EQ и GT, то есть либо меньше, либо равно, либо больше. Вот такой вот трехэлементный класс, он позволяет разобрать все случаи, связанные с порядком. Ну и, соответственно, есть реализация по умолчанию. Мы можем реализовать функцию COMPARA, и тогда все остальное выражается через нее. Либо можем реализовать функцию меньше или равно, и тогда COMPARA выражается через меньше или равно, ну а все остальное оно в терминах COMPARA выражается. То есть вот минимальная необходимая реализация — это либо COMPARA, либо меньше или равно. Ну, COMPARA понятно, что легко выражается через меньше или равно. Ну, а меньше или равно тоже понятно, что легко выражается через COMPARA. Ну, MAX и MIN выражены через меньше или равно. Соответственно, минимальная полная реализация может быть либо так сделана, либо иначе. Ну, вот, собственно, все вроде про класс ORT. Понятно, для чего он используется. Типы, по которым мы хотим сортировать, в которых есть некоторый естественный порядок, они обычно объявляются представителями класса тип ORT. Простите? Да? Ну, меньше или равно определяется через LTR, потом... Нет, сейчас LTR определяется. Нет, LTR никак не определяется. Это тип данных такой же, как BOOL. То есть... COMPARA X, Y определяется через меньше или равно. Да. Но меньше или равно определяется через COMPARA. Да, 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 совершенно точно. Вы можете реализовать либо COMPARA, и тогда все остальное будет реализовано так. Можете реализовать наоборот меньше или равно для вашего класса, тогда все выразится через меньше или равно. То есть класс, который представитель является ORT, нужно дать реализовывать меньше или равно или COMPARA? Это минимальное необходимое определение, так называемое. Либо мы реализуем COMPARA и все остальное автоматически. Либо мы реализуем ORT. Либо, если мы заботимся об эффективности, мы все реализуем. Тогда не будет лишней косвенности нигде, потому что на самом деле... Ну, это так, конечно. В общем, тут... Понятно, да? Это так же, как я рассказывал про класс EQ. Помните, я сказал, что там можно написать и неравенство, и равенство? Тогда реализуя равенство, мы получаем автоматически неравенство, а реализуя неравенство, получаем автоматически равенство. Ну, вот, собственно, здесь такая же история. Все, значит, с классом типа ORT обсудили. Значит, EQ и ORT — это стандартный класс типов, которые большинство типов данных, с которыми мы работаем, являются, конечно, представителями этих двух классов. Следующий класс полезный — это класс ENUM. И связанный к ним маленький сервисный класс Bounded. Как устроен класс ENUM? В классе ENUM есть... Это класс перечислений, конечно. В классе ENUM есть две полезные функции — SAC и PRED. Мы с ними знакомы уже. SAC возвращает следующее значение, PRED возвращает предыдущее значение. Есть еще полезные функции — TO ENUM и FROM ENUM, которые, соответственно, либо из типа INT делают перечислительный тип, либо, наоборот, из перечислительного типа возвращают нам значение типа INT. Ну, понятно, что если у нас есть возможность перебирать с помощью SAC элемента, то понятно, что мы их можем перенумеровать. Это, в общем, вполне нормальные функции, которые обеспечивают нам разумный интерфейс. И есть четыре полезные функции, которые на самом деле превращаются арифметические последовательности. Вот помните, у нас там были арифметические последователи, скажем, как мы можем задать бесконечный список натуральных чисел. Ну, мы можем написать так, 0, двоеточие и так далее. Ну, не натуральных чисел, естественно, но целых чисел. На самом деле, на самом деле, вот такой синтаксический сахар для вызова ENUM, FROM. То есть компилятор Хаскеля, первое, что делает, он раскрывает вот такие вызовы. Вызов функции ENUM FROM 0. Функция ENUM FROM как раз порождает список следующим образом. Она начинает с этого элемента. И дальше следующий элемент этого списка – это последовательные вызовы SAC. То есть ясно, что это реализовывать не надо. Это все реализовано через SAC. Там минимальное полное определение, по-моему, либо SAC и PRET надо реализовать, а все остальное мы получаем бесплатным образом. Точно так же все другие арифметические последовательности, они выражаются, ну, вот, превращаются в соответствующие функции. ENUM FROM THEN, ENUM FROM TO и, наконец, ENUM FROM THEN TO. Ну, вот у нас были арифметические последовательности. Справа они комментариями записаны. Вот, класс ENUM, любой представитель класса ENUM, для него можно задавать арифметические последовательности, а они будут вычисляться. Еще раз, нет, смотрите, как мы задаем. Мы пишем вот так вот, если мы хотим ENUM FROM THEN, мы пишем для нечетных чисел, пишем 1, 3, многоточие. То есть он делает следующее, он берет первое, делает SAC, пока не получит это, а дальше находит число. Ну, это я так объясняю, то есть можно и более какой-нибудь эффективный алгоритм, возможно, сделать. Вы можете залезть в реализацию по умолчанию, посмотреть, как там все сделано. Ну, идея, в общем, вроде понятная. То есть он сначала вычисляет шаг с помощью вот этого, через сколько SAC, через сколько SAC записывает. Ну, а потом ответили на ваш вопрос, да? Есть еще один тип, который, в общем, часто используется вместе с ENUM, это тип, точнее, не тип, класс типов, конечно, класс типов bounded. Ну, класс типов bounded, это тоже, он относится к типам перечислениям. Обычными представителями ENUM и bounded делают типы перечисления, то есть те типы, в которых все конструкторы нулярные. Много конструкторов, но арность они имеют ноль. Ну, там типа бул или так же вот ордеринг, например, так устроен. То есть конструкторов много, но они все без параметров. То есть тогда мы как бы можем, SAC от этого делает это и так далее. То есть, ну, в простом естественном порядке. Bounded означает, что у нас есть верхняя граница и нижняя граница. То есть min bound для типа ордеринг, например, это LT, а max bound это GT. То есть вот в этом перечислении первый у нас это нижняя граница, а последняя это верхняя граница. Ну, тип int, например, он является представителем ENUM, конечно же, и представителем bounded. То есть для того, чтобы найти самое большое значение типа int, мы пишем max bound. Но это пока полиморфная функция. И дальше мы говорим int. Вот эта вот величина, это значение типа int, которое возвращает нам верхнюю границу. То есть если мы хотим в какой-то, в каких-то вычислениях, в каких-то вычислениях использовать верхнюю границу типа данных int, вот она возвращается с помощью такой функции. Ну, точнее говоря, это константная, которая даже не функция. Благо, она тоже нулярная функция. Тут все, видите, нулярная. Ну, нам только тип надо указать, и сразу же мы получаем границу. Если бы мы написали здесь не interordering, мы бы получили gt, естественно. Ну, и так далее. Ясно, что для и ENUM и для bounded есть автоматический deravie, который обычно используется, потому что, ну, а что бы не использовать. А, ну да, кстати, вот там первая же строчка, минимальное полное определение. Мы должны просто написать, я что-то наврал, про SAC и PRED говорю. Конечно, нет. Нам нужно просто научиться в одну сторону и в другую от intов переходить к нашему перечислению и от нашего перечисления к intов. С того, как мы все это реализовали, все и получается. Ну, и ясно, как это писать автоматически, просто так же, как перечисления, например, в C задаются. Они, у них на самом деле там снизу лежит 0.1.2. Ну, вот здесь мы должны функцию. Когда происходит deravie, вот, ну, как раз именно так и происходит. Тип разбирается, и каждый следующий конструктор у нас просто нумеруется. И это, ну, определяет нам и ту, иную, и from иную. В общем, компилятор легко, прочитав определение типа, может выполнить такие операции. Ну, вроде все. про bounded. Да, еще одно замечание. Есть ли тип, который и нумом является, а bounded не является? Да, есть. Это очень такой замечательный тип. Это тип integer. Ну, он встроенный, конечно. Понятно, почему он ену. И понятно, почему он bounded не является. Но нет. Это ни верхняя, ни ни нижняя границы. Хорошо. Вот теперь мы переходим к страшному, потому что изучать все это в деталях и в подробностях мы не будем, иначе у нас просто ни на что времени никакого не хватит. Это класс типов нум. И нум-то, конечно, мы обсудим. Но вот дальше там идет большая иерархия наследования, с которой, в общем, я рекомендую самостоятельно поразбираться, посмотреть, где что определено в точности. Я только общую схему набросаю. Итак, класс типов нум, с него мы начинаем, а всю эту числе-числовую иерархию. Значит, класс типов нум по некоторым соображениям, в которые я вдаваться не буду, он требует некоторого наследования. Объекты, которые мы хотим делать представителям класса типов нум, точнее говоря, типы, а не объекты, они должны быть представителями еку заранее и шу. Так в стандарте Хаскеля написано, об этом идут некоторые разговоры и обсуждения. Вообще, числовая библиотека, она реализована довольно хорошо и самосогласованно, но, тем не менее, всегда есть некоторое поползновение, улучшить ее, поэтому есть еще несколько числовых библиотек, которые по-другому устроены, экспериментально. Мы изучаем стандартную библиотеку, то, что описано в стандарте языка. Значит, класс типов нум, что содержит в себе? Сложение, вычитание, умножение. Ясно, что для любых числовых типов это естественные функции. Содержит унарный префиксный минус, который на самом деле при трансляции сразу же превращается в вызов функции negate. То есть negate, она как бы просто обслуживает унарный префиксный минус. Содержит две функции abs и signum, в которые, я думаю, вдаваться не надо. То есть абсолютное значение и знак. Ну, сигнал возвращает либо 0, либо минус 1, либо плюс 1. У него сигнатура такая же, как у абса. И, наконец, содержится правильная некоторая функция, которая позволяет нам осуществить связь с типом integer. То есть для любого числового типа есть некоторые однозначные, должна быть задана некоторая однозначная вещь from integer. Как нам получать из значения типа integer соответствующее значение. Ну, это сделано для того, чтобы константы integer можно было в любом номе использовать. 0, 1, 5, вот from integer как раз это обслуживает. Так, все integer, которые очень большие за in-num. Ну, как реализуете, так реализуете. Можно там зациклить. То есть там есть некоторые детали. Для каждого конкретного num надо как-то это обслуживать. То есть никто не говорит, что это должна быть. Ну, то есть, в общем, это должна быть, конечно, тотальная функция, потому что нехорошо в вычислениях, чтобы какие-то проблемы. Ну, попробуйте просто от больших функций повызывать from integer там для типа double, например, и так далее. Или для типа int. Посмотрите, что получится. То есть это все экспериментально проверяется как раз. Рассказывать про каждый конкретный тип, какие там решения приняты. Я просто сейчас не хочу. Ну, соответственно, все кроме negate и минуса должно быть реализовано. Для negate и для минуса есть реализации по умолчанию. Ну, опять же, минус через negate выражается, negate через минус, поэтому что-то одно из negate и минуса нужно сделать, а второе получается бесплатно. Ну, обычно реализуется все, конечно, потому что num это такая вещь, которая обслуживает в основном низкоуровневые вещи. Хотя вы можете написать просто сам instance представителя класса num, свой собственный. Я как раз хотел вам сделать задачку и даже часа два потратил на то, чтобы это сделать. Сделать такой двубитовый int представителем класса num. Там всего четыре значения, минус один, ноль, один, два. То есть наоборот, минус два, минус один, ноль, один. Но потом я понял, что вам нужно будет там сидеть, разбираться, что значит здесь умножать минус один на минус два и так далее. То есть все граничные вещи, которые в стандарте, вообще говоря, описаны. Но там очень много писанина, решил не давать вам такую задачку. Можете попытаться это сделать, если хотите разобраться как следует в num в качестве дополнительного задания. Кстати говоря, контекста орд тут нету. Почему нету? Потому что бывают, например, комплексные числа, для которых орда как следует не написать. Поэтому, в общем, хотя казалось бы орд полезен, тем не менее его непосредственно в классе тип flum нет. Дальше в иерархии вы посмотрите, как все организовано. Значит, дальше короткое описание того, как устроена иерархия вниз. У класса типов flum есть два сабкласса, которые, собственно, отличаются по тому, как организовано деление. Есть сабкласс, который зовется integral. Это целочисленное деление. Есть сабкласс, который зовется fractional. Это обычное деление. Значит, integer и int — это представители класса типов integral. А float и double — это, в общем, представители fractional. Но там еще есть, поскольку для float и double нужны некоторые интерфейсы, связанные с стандартными элементарными функциями, добавить. Там есть некоторая еще иерархия снаследования. И то, что красным отмечено, и то, что нужно обязательно обратить внимание, автоматического приведения чисел от одного типа к другому в Haskell нет. Пока вы пишете все полиморфно, все остается полиморфным, но вы можете под эту функцию использовать много классов. Как только вы фиксировали какой-то конкретный числовой тип int, integer, double, float, так сразу же у вас переход к другому, вроде бы родственному типу, автоматически не происходит. Вы должны использовать какие-то функции, про которые мы поговорим позже, как переходить от одного типа к другому. Ну вот стандартная иерархия классов типов. Она здесь перед вами полностью организованная. Значит, вот посмотрите, где у нас, какие типы определены. Стрелочки это наследование. Вот они так организованы. В каждый класс типов вы можете заглянуть и посмотреть, какие функции там определены, и тогда его назначение становится ясным. И, в общем, точка в иерархии тоже становится ясной. Вот сверху у нас написаны классы типов. Снизу подписаны представители этих классов типов. Ну, кое-где они там продублированы. Скажем, bool это enum и bool это word, например. Ну, вот integer тоже enum, но он отмечен, он там не дублируется, потому что все, что сверху, тоже, в общем, подходит. Какие классы типов мы еще не обсуждали, я коротко про них скажу. Про real, fractional, real, fractional и floating я рассказывать не буду, просто потому что там нужно смотреть на те функции, которые реализованы. Тип данных и x это некоторый специальный тип данных, который предназначен для индексирования массивов. То есть, ну, вот не тип, точнее говоря, а класс типов. Есть тип array, у которого есть индекс. Вот индексы, они должны быть представителями этого класса типов. Типы данных bounded мы обсудили, функтор мы обсудили тоже. Класс типов monad в левом нижнем углу. Про него мы будем говорить много, но позже. Числовая иерархия, она вот тут вот справа вся присутствует. Double one real float, там и double и float, в самом низу справа. Вот, значит, иерархия, она у вас есть. Вы сможете этим слайдом пользоваться при дальнейших изучениях. Я про иерархию рассказал. Ну, теперь как делать преобразование? Все-таки, если у нас получились, а получились какие-то значения конкретного типа, там, скажем, double или int, а мы хотим перевести их, скажем, от интеджера к intу перейти, или, наоборот, от int, а интеджера. Вроде простая вещь, но тем не менее. Есть много способов это сделать. Я расскажу про один такой наиболее простой. Вот, предположим, есть у нас способ переходить от представителя класса типов integral, от класса типов integral, если вы в иерархию посмотрите, то это int, ger, int и так далее. В серединке, снизу. Это для них базовый класс. Как нам переходить от этих классов типов к произвольному другому классу типов? Для этого есть функция, которая зовется from integral. Она говорит, что принимаю я целочисленный тип, а возвращаю num. Вот этой функцией всегда нужно пользоваться, когда мы хотим перейти куда-то. Ну вот, например, если я извлекаю корень из четырех, то все нормально. А если я пытаюсь извлечь корень из четырех типа int, то это плохо, что мне делать? Ответ такой. Пользуйтесь универсальной функцией from integral. Она умеет поднимать значение любого integral типа в произвольный num. Ну вот как извлечь корень из четырех типа int. Ну, значения типа int у нас могут, кстати, появиться, мы ничего не сможем сделать. Если мы, например, считываем из файла что-то, мы должны считывать в конкретный тип. Ну вот, считали в тип int, а дальше вдруг захотелось корни поизвлекать из этого значения. Ну вот тогда в Haskell нужно пользоваться, скажем, from integral. Есть еще другие, другая функция этого семейства from, но это наиболее универсальный подход. Вот такой вот. Запомните эту функцию. От интегральных типов приводить к произвольным. Это функция from integral. А что делать, если нам нужно в обратную сторону? В обратную сторону у нас может быть много разных функций, если мы от чего-то типа double хотим перейти к целым числам. Ну, здесь вопрос об округлении. Вот существует четыре функции, которые умеют это делать. Они в разных местах определены. Ну, по названию ясно, что они делают. Селлинг и флор, соответственно, возвращают ближайший int сверху снизу. Трункейт просто отбрасывает десятичную часть. А раунд производит некоторое округление. Вот четверка этих функций. Она позволяет нам обрабатывать, переходить к целым. Флор и тронкейт, они отличаются на отрицательные числа, да? Флоры тут одинаковые на отрицательных по-разному, да? Уже флор. Да. Ну, вот теперь есть еще один класс полезный. Это класс рациональных дробей. Точнее говоря, тип данных рациональных дробей. Что я так класс говорю? Значит, определенным следующим образом. У него конструктор вот такой вот. Он чем-то похож на комплексные числа. Помните, как у нас комплексные числа были устроены. Ну, вот тип данных. Этот тип данных ratio. Он полиморфный. В том смысле, что туда можно любой интеграл засовывать. Ну, и есть тип данных. Rational. Который является просто псевдонимом для полиморфного типа ratio от integer. Ну, потому что, на самом деле, если уж мы пользуемся рациональными дробями, нам хотелось бы, если нам хочется высокую точность держать, то лучше всего использовать integer. Там мы можем с любой точностью аппроксимировать. Хотя это, конечно, медленнее, чем int. Но, в общем, это такой специальный класс. Обычно в стандартных библиотеках не присутствующих других языков. Но в каскеле вот он есть. Значит, вот тип Rational. Ну, и, соответственно, у нас есть функция toRational, которая позволяет переходить от любых значений типа RL. Ну, для нас важно, что, в общем, double float вполне мы можем переводить в рациональные дроби. Вот toRational 2.5, например, возвращает нам 5 вторых. Очень хорошо. Теперь на самом деле, на самом деле, конструктор вот этот вот им обычно не пользуется, а пользуется вот такой вот функцией. То есть конструктор он infixный, но достаточно пользоваться вот такой вот функцией. У нас, кстати, Haskell знает, точнее говоря, прелюд знает о наличии вот этого символа. И более того, он использует этот символ для приведения к рациональным дробям. Но пользоваться им он не дает этой функции. Для того, чтобы эту функцию использовать, нам надо импортировать модуль data ratio, в которой, собственно, все и определено. То есть в прелюде нет прямого доступа к этой функции. Но импортируя этот модуль, мы теперь можем работать с рациональными дробями напрямую. Ну, вот, скажем, 1 третью плюс 1 шестую складываем, и получаем, что, естественно, для ratio 1 вторую. Ну, числа с плавающей точкой, вообще говоря, преобразовывать плохо. Лучше их аппроксимировать. И вот почему. Если вы запустите, скажем, 2 rational, вот 4,9, то вы и вовсе не получите 49 десятых, а получите вы вот что. И на некоторых числах это так. Потому что вот это вот лучше аппроксимирует 4,9, тот дабл, который на самом деле выражает 4,9, чем 49 десятых. Это, конечно, здорово, но, в общем, часто не совсем то, что мы хотим сделать. Поэтому есть некоторая функция, которая зовется ApproxRational, которая задает точность аппроксимации, находит ту дробь, которая у нас с заданной точностью аппроксимирует нужное значение. Ну, вот, если мы задаем точность 1 десятую, то просто 4,9 превратится в 5 первых. Если мы задаем точность 1 сотую, то у нас как раз получается вот то самое 49 десятых, которое мы и ожидаем, как такую естественную аппроксимацию. То есть 2 rational может привести к очень странным дробям. Ну, вот, и, соответственно, ApproxRational, оно лучше в том смысле, что оно приводит десятичные значения с плавающей запятой с нужной точностью нам к, в общем, к довольно простому выражению рационального. Ну, вот, хорошо, и теперь следующее, последнее. Я успел, очень здорово, обычно не успеваю. Наверное, что-то забыл вам рассказать. Как же классы типов устроены внутри? То есть вроде бы как бы это какой-то сложный довольно механизм, но на самом деле нет. Это несложный механизм. Можно было бы классы типов вообще не вводить в язык, а вот те механизмы, которые... Представьте, что у нас Хаскель без классов типов. На самом деле, остального Хаскеля достаточно, чтобы механизмы классов типов выразить очень близко к тому, что как это в Хаскеле сделано, то есть классы типов на самом деле представляют собой небольшой синтаксический сахар над обычным Хаскелем. Это, конечно, синтаксический сахар полезный очень и очень удобный, но давайте посмотрим, как бы можно было поступить, если бы их не было. На самом деле, на самом деле классы типов реализуются через следующий механизм, который зовется словари. Словарь для класса — это просто некоторая запись, ну, точнее говоря, некоторый тип данных, который внутри себя содержит просто его методы. Вот давайте посмотрим, как мы могли бы написать ЕКУ, если бы в Хаскеле не было классов типов. Представьте, язык без классов типов. Тогда я говорю следующее. Пускай у меня введем вот такой вот тип данных, который зовется ЕКУ штрих. Вот полиморфный, во-первых. И дальше я задаю конструкцию для этого типа данных, make ЕКУ. И дальше, что же у меня лежит внутри этого самого конструктора? А там лежат две функции. То есть в Хаскеле функциональные типы можно укладывать в другой тип. Мы про это с вами не говорили, но это вполне законное действие. Обычно мы тут доклали double или, ну, не знаю, integer. Или полиморфный тип А. А можно положить функцию. То есть Хаскель вполне допускает это. И вот у нас такой тип данных, в который мы можем положить две функции с подходящей сигнатурой. ААбут и ААбут. То есть там будут лежать две функции. Ну и понятно, для чего они будут использоваться. Первое это будет равенство какое-то, а второе это будет неравенство какое-то. Ровно то, что у нас в EQ есть. Вот оно здесь и присутствует. Дальше я пишу некоторые функции-селекторы. Это можно было бы тоже автоматически сделать. Которые просто вынимают из нашего типа данных EQ первый элемент и второй элемент. Ну вот функция EQ, она вынимает первый элемент. Функция NE, то есть неравенство, вынимает второй элемент из этого типа. То есть вот у нас есть интерфейс такой. У нас в типе данных EQ могут лежать две функции. EQ вынимает первую функцию. То есть EQ вынимает равенство, а NE вынимает неравенство. Ну и вот тип EQ штрих, в котором, собственно, это лежит. То есть там лежат. Это контейнер, тут лежит функция BULL. Здесь такого же типа лежит функция BULL. Ну а это аксессоры сюда и сюда, соответственно. Хорошо. Ну дальше, в общем, понятно, чего у нас будет сделано. Теперь это эквивалент класса типов EQ. Теперь что такое объявление представителя? Как нам объявить представителя? Ну очень просто. Мы должны положить сюда, в этот интерфейс, две конкретные функции. Ну предположим, что у нас есть некоторая внешняя функция EQ int, которая у нас умеет сравнивать int на предмет равенства. Она у нас раньше была внешняя, мы ее кладем сюда, объявляем представителя для int. То есть мы делаем EQ штрих int, сюда кладем EQ int, а сюда кладем некоторую функцию, которую мы написали, которая через, ну как бы, реализацию по умолчанию типа того, через EQ int. Ну вот написали какую-то функцию, которая тоже EQ int вызывает, и кладем ее сюда. То есть мы вообще создали функцию, вот это вот то, что у нас здесь есть, это dEQ int. Это объект нашего типа данных EQ для int. Для дабла тоже можем то же самое реализовать, создать другой объект. Вот это зовется словарь. То есть фактически словарь это пара функций, упакованных в некоторый интерфейс. для списков мы тоже можем сделать то же самое. Но для списков это будет функция, которая берет функцию равенства для элементов списка и возвращает нам словарь для списка. Ну вот для списка intов мы туда передадим то самое. То есть теперь мы понимаем, что на самом деле синтаксис записи дальше будет у нас ровно такой же, как раньше. Но если раньше мы писали класс тип вот так вот, EQ A, то теперь мы будем писать вот так вот, EQ' здесь тип, который нас интересует, а дальше обычная стрелочка. То есть мы передаем класс тип, как некоторые слова конкретные. Ну давайте посмотрим, посмотрим, что у нас получится. Вот как выглядит функция lm' в нашем синтаксисе. Что мы туда должны передать? Мы туда должны передать, во-первых, словарь, который содержит функции проверки, а я напоминаю, у нас есть аксессоры к элементам словаря. И дальше стандартный интерфейс функции lm. На пустом списке lm возвращает false, а на непустом списке он принимает некоторый словарь d, принимает значение, которое мы хотим проверить, и список. дальше этот словарь используется где? В вызове функции аксессора. Помните, у нас была функция аксессора, которая возвращала нам первую функцию из этих. Ну вот мы взяли словарь, применили eq к словарю, eq d возвращает нам как раз функцию eq для того типа данных, который у нас обозван как a. И дальше сравниваем с помощью этой функции x и y. Ну а дальше мы с тем же самым словарем вызываем рекурсивный. Если это ложно, то тогда у нас логическое или второй аргумент начинает вычисляться, а там рекурсивный вызов с тем же самым словарем. В том файле, который я вам, кстати, почему-то не присылаю, у меня есть файлы со всем, что у меня на лекциях говорится. Надо будет их тоже выкладывать вам. Ну вот если мы все это реализовали, все совершенно честно. Теперь мы можем вызывать функцию lm на любых типах, для которых у нас наши словари реализованы. Ну вот в частности на для инта вот так вот. А для списка интов что мы можем сделать? Мы можем сформировать словарь для списка интов, вызвав dqlist на dqint, словарь на словаре, и тоже, соответственно, проверять, является ли элемент, является ли некоторый список элементом списка списков. То есть вот это все совершенно честные вызовы. Что в классах типов на самом деле сделали? Классы типов внутри устроен точно так же. Единственное, что вот эта вот передача словаря, она происходит не явным образом, а не явным. То есть компилятор сам, когда компилирует, он сам конструирует нужные словари по контексту, и сам подставляет вот передачу этого дополнительного параметра, словаря, связанного с классом типов, в нужное место. Но внутри Haskell работает именно таким образом. То есть если бы у нас не было классов типов, нам нужно было просто руками передавать еще дополнительные слова. Вот к счастью для нас разработчики Haskell решили, что это все можно спрятать легко внутрь компилятора и использование функций. Естественно, функция LM гораздо удобнее, если там нет некоторых дополнительных конструкций, которые нужно руками писать. Вот так вот устроены классы типов внутри. Это такая тема немножко факультативная и сложная, но тем не менее она показывает, как вообще мощь самого Haskell даже без классов типов. и параллельно с этим она показывает, как классы типов на самом деле работают. И да, это наша сегодняшняя лекция завершена. Я, по-моему, первый раз, рассказывая о Haskell, уложился фактически в рамки, отведенные мне. Я, по-моему,